Испытание его на людях И вот в этом весь трагизм ситуации И это было сделано специально, чтобы провести вот такой ужасный эксперимент над людьми Не только над природой, но и над людьми И его провели ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, у меня вот 38 уже А, здесь 41 Сюда наверх пойдем На воронку Ай! Вот уже 155 Если правильно показывает Ну, ну, 15 говорили Дядя, почему здесь куча следей? Много отары же пасутся здесь Бараны 244 здесь Днимаемся, здесь радиации много же Неделю вот бараны, если что подойдут Кося, это, лошадей Тогда только Так Мы здесь живой кролик же Вон там еще он Дальше Азбуса Сағанды бір стақан күйкейміне Парсы жерсен деген За что? Эмниге За здоровье Давай Хороший ничего не было Только плохой Сағанды бір стақан күйкейміне Сағанды бір стақан күйкейміне Шөппен көй Ол бұлай баптар Сон шөпке шығамыз Барлық бада Домалаймыс Онығай демдег Минан жақты неміне С деп шыған Енді олдан домалап мектепке Ол Сықанынгы дашыққанда Ази жетем Олай омайға не бақ па Дегі б ойлайм Бірақ білмей Сонда Қыл Я родился в классе, просто я занимался с ними. И так он не крутился. Я пытался, чтобы он был другом. Ему не было. Я не бывает. Мы ходим и сидели. Чтобы мне не было, он был друг. Я выйдил за руку. Это просто меня. Потому что я понял. Мне кажется, что это не так. Нет. Мы не работаем. Насколько вы делаете. Это был делаем, кем-то. Нет. 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 Эти идика. О, донбасска, я жур. Бас, спас и тюльпы. Бас, спас. Козминал, издалека будешь видеть. В глаза. Винокль не надо. Очки тоже не будешь носить. Ухо детям даем, хорошо слушаю. Взрослым глаза. Мясо. Мозг дадим. Нау ет пылат. Ет тегенде вет пылат. Мы ежемеешь. Гребенеды. Я не перебор. Мы кормили. Взрослым глаза. Гребенеды. Взрослым. Взрослым. Казахстан 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 Вот это вот 54-е здание. Почему это столько разваленные здания есть? А это уже раньше-то тогда большая фирма была, солдат много было, офицеров много было, ну, инфраструктура Семипалатинского полигона, здесь научные центры различные были. То есть, если раньше здесь занимались исключением последствий ударной волны, ну, различных факторов поражения от атомного оружия, то теперь мы занимаемся только исключительно радиоэкологическими вещами. Ну, собственно говоря, это колыбель, это колыбель атомного оружия Советского Союза, все делалось здесь, 456 взрывов, испытаний. Это вопрос не к нам, это вопрос не к нам, это вопрос сейчас всеми этими секретами обладает только Россия. Казахстан не ядерная страна, мы не знаем ядерных секретов и знать их не собираемся. Наверное, что мы не знаем. Наверное, мы не знаем. Казахстан 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 Это каждый день мы пропускаем через себя Знаешь, думать Бог с ним Думать, это может не самое страшное Вы тоже думаете и заботитесь о человечестве О глобальности, о экологических проблемах А вот когда через себя пропускаешь Каждый день, каждый раз И когда тебя это не выпускает Вот это самое тяжелое Но с другой стороны, это суть нашей профессии Ну что-то это и есть у нас, да, группа? Я думаю вообще-то Вот если бы вначале было До беременности проведение Профилактической работы С элементами планирования семьи Попробовался доведение С наличием генетического паспорта, наверное Исследовали генеалогические генетические Наверное, не допустили бы Такое решение И это не норма Это потолок Обратите внимание, посмотрите Похож ли он на вас, на меня Норма или не норма Отпламение Явно Тяжело И самого амата здесь ни при чем Такого ребенка я первый раз вижу За все время Бывают такие детки Ну, в последнее время Больше, да, таких Раньше у нас как-то Зайчья губа Небушка вот Волчий пасть Как бы вот Были такие вот А сейчас вот Больше За 25 лет я первый раз Вижу ребенка без ручек Это первый раз я вижу Такого ребенка Ну, вот он Молодец Как ты? Как оно? Чуть-чуть Жить-то можно? Нормально? Тепло? Ну, тоже Был дома А, да, потом у него отразилось Что он Ему вот 9 месяцев Десять месяцев Вот А выглядит как Ужас Да Да Ладно, пошли Это тяжелое Это дело И между нами говоря Вот когда понимаешь С чем имеешь дело Знаешь из-за чего И какие последствия Когда увязываешь И знаешь перспективу Не по себе Вообще между нами говоря Это бесчеловечное дело Вот вы говорите Выбор Вот та сказала Рожу Это рожу Все прочее Вот им нужно прийти Посмотреть вот это Вот после этого Рожать И не нужно Чтобы Айгуль здесь ухаживала А нужно было Чтобы они Если решились И делать это Вот Я что считал Считаю Ответственным выбором Нельзя этому Айгуль здесь ухаживаю Ему два Нельзя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok В 1957 году открыли так называемый диспансер номер 4 Секретное учреждение Министерства Здравоохранения Союза СССР Подчинялись мы в Москве Вот это вот история болезни всех наиболее пострадавших деревень расположенных возле полигона Обследования и анализ этих обследований населения Выявляли основные заболевания, которые были сопряжены с радиационным воздействием Вот, формировали группы риска и так далее Все это было засекречено, закрыто Ну, когда я был врачом, невропатологом, то вся наша жизнь была на колесах Мы обследовали население, возвращаясь помыться, побриться и снова вперед Вот, у нас вот на первом этаже, где сейчас Тационал У нас там была громаднейшая лаборатория Которая занималась этими делами Мы четко знали, где лежат радиоактивные следы Мы четко знали, сколько от залежев этих гидрадиаций попадает в организм человека Какие ежегодные дозы получает это население То есть мы держали руку на пульсе и мы знали все Самое главное, что население, вольно или невольно Вот этих районов, которые прилегают к полигону Были втянуты вот в эту игру, о которой я говорил Между Соединенными Штатами и Советским Союзом Самую плохую роль сыграл, конечно, Советский Союз Потому что он позволил своим гражданам пережить самую настоящую ядерную войну Там думали о первентированной ядерной войне Что если она будет, нужно будет знать, что же происходит с людьми И поэтому никого никуда не выселили И поэтому смотрели, сколько умрет, сколько заболеет И так далее Вы не чувствуете себя чуть-чуть виновен в том, что вы участвовали на эксперимент Советского Союза? Уважаемый мой, как далеки мы друг от друга С морально-этической точки зрения и знаний того времени Вы задаете этот вопрос, правильно, наверное, делаете Но ответа на этот вопрос нет Просто нет Я не могу этого объяснить И вы этого не поймете никогда Что такое бывший Советский Союз? Вы этого никогда в жизни не поймете Вот такие вот удостоверения выданы всем, кто Кто Проживал, родился В Симпатинской области Поним, да? Все считаются, что они пострадали Вследствие ядерных испытаний на Симпатинском испытательном полигоне Вот написано Ты понял? Поэтому о том, что пострадали мы или нет Говорит не о чем Вот он, факт, он есть Государство подтвердило официально Есть закон специальный О пострадавшей на Симпатинском ядерном полигоне И у нас есть определенные льготы По сравнению с другими жителями Казахстана Приветствуем, дамы На приеме Медико-генетическое консультирование Поликлиника Перинатального центра Доктор Айнур Вот сейчас она ведет как раз прием Одной из пациентов Значит, впервые Государство в массовом порядке И в рамках гарантированного объема Госплатной медицинской помощи Проводит генетический скрининг Беременных и новорожденных Но обследуется обычно С подозрением забирается Где-то порядка 70-80 Да, в месяц Так получается Подтверждается, ну, так в целом скажем Порядка 6% Да, на основании данных Генетических исследований И этих биохимических исследований Скрининга Генетического скрининга Биохимических маркеров Решается вопрос О прерывании Досрочном прерывании беременности Есть определенные сроки В основном, что это до 22 недель Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 6-й годы. 6-й годы. Ахшаз нет, ахшаз нет, а потом... Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Здравствуйте! Как бы мне услышать Панина? Будьте ребятами! Здравствуйте! Уважаемый Михаил Семенович! С Новым Годом вас, во-первых! Всех благ! Чтобы у вас, дорогой наставник и дорогой человек, все получилось, как задумали. Как вы? Все хорошо? Во сколько завтра утром? С девяти. Пока раскидаете, если в десять мы подъедем. Все? Значит, мы не прощаемся, завтра в десять мы будем у вас. Здравствуйте! Здравствуйте! Михаил Семенович! Здравствуйте! Здравствуйте, Михаил Семенович! Здравствуйте! Это не здорово! Родители подбирали даже мужа или жену из здоровых семей, не имеющих хронических болезней. Это называется генетический паспорт. Ты понимаешь? Интуитивно шли. До седьмого колена. Должен быть заведен на каждого паспорт или как вы хотите его. Банк данных. Вот это идея. Есть же категория людей, которым вообще противопоказано рождение. Правильно. Интеллект нации. Чтобы сделать новую все, нужно новые мозги. Новое поколение людей. Интеллектуальная должна быть нация. Человеческий капитал должен совершенно быть на другом этаже. На другом уровне. Ради любви. Чего? Таких примеров. Мы же когда дружим с девушками, что спрашивали паспорт, код. Принеси мне то, что здорово, нездорово. Вот так человек влюбился и все. А дальше это уже судьба. Вот. Мы же не спрашиваем у девушки, принеси ты мне все данные из больницы. Потом я с тобой гулять буду. КОНЕВ space Аллах? Какие-то пораны. Полно на улице. У меня явно генетические изменения. Явно. Вот это широколобие и все прочее, это вообще-то любой нейропатолог знает. Вот когда мы сообщим, что это тяжело и страшно, согласится ли она, как ты говорил, бесстрашно родить монстра или урода? Был процедуру Алматы или Астана-Баджаса-Оннага? Здравствуйте. Доктор Садыкпекова. Сейчас она ставит вопрос о необходимости подтверждения беременности, риска по врожденной патологии. По поводу чего? Синдрома Дауна. По большой высокий риск развития врожденной патологии болезни Дауна. Если подтвердится этот диагноз, это будет основанием для прерывания беременности. При сроке... Сколько у нее срок? 20 недель беременности. Вот теперь мы должны сейчас спросить у нее. Вот пока она не знала, что есть такие нарушения. Вот я только всем другим отрасом. Бармань, дядь, не поеду. Переведи ему. Нигай бармань. Ок. И вообще-то она как мать, вообще-то готова рискнуть. А вдруг, а вдруг... Вы видите, да? А вдруг... Тереть к этому. Рядом будет. А вдруг все-таки то, что мы говорим, не правда. Вот сейчас она услыхала, услыхала. Я думаю, Юра, по завершению вообще-то, если решиться на это обследование, или по рождению, а я думаю, мы дождемся, и мы увидим результат. Когда будет это увязываться с полигона, это, скорее всего, будет увязываться. Вот тогда вы услышите ответ. Ее отношения. Вредно, безвредно, можно или нельзя. Боится, не боится. Вредно, безвредно, безвредно. Вредно, безвредно, безвредно. Не договоримся. Разбираемся, нет. У нас на это блэ. У вас нет. У нас на изображений, не было прием задачи. Это не что я сейчас должен сказать, матерь. Как по-твоему? Тем более это моя землянечка, тем более Ахмедуэй говорит. Будем ждать, как она примет решение. Добрый день. Паркет, что ли? Паркет, что ли? Паркет, что ли? Паркет, что ли? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...